Всем привет, с вами Фанатик, это игра Вурманлайн и сегодня попробуем подзаработать серебрушки немножечко с фуража и собственно с батанайза. Говорят, что в казне сейчас плюс-минус более-менее постоянно есть денежка и есть возможность собственно на этом подзаработать немножечко. Ну и заодно соберу еще ресурсы попутно, там всякие специи, вэмп, хлопок, ну и чесночка тоже было бы неплохо, он достаточно редкий такой, не откажу себе по крайней мере. Так, теперь сейчас включу музычку какую-нибудь, оп, на фоне, так, и начнем потихонечку. О, тут можно выбирать прям, ладно, выбирать я не буду, чисто. И пошел, собираю здесь, собираю здесь. Батанайзинг у меня всего лишь 11,8, очень и очень мало. Не знаю, наверное стоит еще включить слеп бонус, так, не вижу, подойду ближе. Батанайзинг, батанайзинг, почему-то урожай я не вижу совсем. А, нет, есть фураж, но тут надо выбирать конкретно. Надо мне, короче, поднастроить, наверное, именно фураж и батанайз. Вот, наверное, придется на какие-то кнопки отдельные. Вот на этом вроде бы ничего нет сейчас. Значит, сеттинг. Вот здесь, крафтинг, худ, нет, 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 spells of items, крафтинг. Так, оу. Вот что. Авторан, это не то. Крафтинг, виндоу, не то, худ. Итем. Актив, тейк, дроп. Лок, анлок. Здесь нет. Лет. Барит, крум. Милк. Закапывать, раскапывать. Тераформинг, ну тут тоже, наверное, не то. Вот, натур. Здесь будет, стопудован. Вот, фураж. Настраиваю вот на эту кнопочку. А батанайз. Батанайз настраиваю вот на эту кнопочку. Буду просто наводить и жамкать кнопку. И все будет у меня прекрасно. Сохраняю. Можно было бы, конечно, вот на это наводить. Тоже как вариант. Скиллы закроем. Здесь ничего. Батанайзинг только. Почему-то не фуражит он эти. Видимо, уже все собрали. Ха. Это странно. В принципе, через быстрые вот эти вот бары тоже достаточно удобно. Можно было и не настраивать. Там единственное, что можно поднастроить именно конкретно ураже, что собирать. Но я буду собирать все подряд, поэтому наверное, и так сойдет. Это пока что прикрою у меня. Там уже томата, не томата. Ё-моё. Кребочка всяких. Мята. Ох, насобирал. Так насобирал. Надо, наверное, по прямой идти. Просто здесь все подряд проклацывать. Ночь еще, конечно, неудобно ночью. Я с собой взял вот этих горшочков целую кучу. Палки, наверное, надо будет выкидывать. Просто-напросто. Они нафиг не нужны. Пусть портятся. Монетки получаются, когда, собственно, момент истины. То есть вдохновление. Вдохновение момент. Тогда монетки выпадают. Если есть в казне, конечно же, мелочи. А если нету никакой мелочи, тогда выпадает какая-то рарная помидорка, мятка, ну, все что угодно может рарнуться. А кто-то пришел, привет. Засекаю часочек. Посмотрим за час, что получится. Картошечка. Пампкин. Тыквочка. Блин, тыквы, по-моему, жутко тяжелые, да? По килограмму две тыквы весят. По килограмму охренеть. А это по полкилограмма картошка. Вообще овощи, грибы тоже тяжелые. Но я тут недалеко, в принципе, от поселения. Вон он, наш маяк. Видите, там даже немножко что-то светится. Тут что удобно, срубил весь лес, получается, даргол. И теперь можно ходить, уражить и ватаназить. Я все-таки включу слеп бонус, пусть прокачивается. Почему нет, у меня его накопилось уже 4,5 часа, практически максимум. Сейчас не так часто захожу. Занимаюсь только, получается, дойкой молока с бизонов, с овец, с коров. Продаю его. Решил попробовать, что получится именно вот здесь нафуражить. Или ни хрена не получится. Посмотрим. Вэмп. Вэмп. Вот это эти, что ли, бобы. Скорее всего. Паприка. Тоже неплохо. Тут кто-то, видимо, уже ходил. Бродил. Ничего нету. Пустота. Надо, наверное, вот туда. В том направлении идти. Поглубже немножко в лес. Но инвентарь, конечно, очень быстро забьется. Так как всего лишь 100 итемов, может быть. Ну, для этого я специально взял целую кучу горшочков. Не знаю, он будет запихиваться вот так в горшочке. По идее, должно. Так вот, взять. Взять и... Вот-то и открыть. И запихнуть вот какой-нибудь. Опа. А, нет, что ли? Серьезно? А ладно. Омга. Нельзя запихивать, получается, сюда это. Вот это я просто волосился. Однако. То есть, скоро надо будет возвращаться в деревню. В эти горшочки нельзя ничего запихнуть. Видимо, они специализированы под выращивание каких-то культур. Ну, ладно. Возьму что-нибудь другое. В принципе, мог бы бочек взять. У меня там бочонки есть. Они, правда, по 2 кило весят. Ну, ничего страшного. Я думаю, это не смертельно. В бочке-то все что угодно. Можно запихнуть. Вот он уже. Я думаю, что он целых 2 килограмма нашел. Мята. Опять же. капец всякого разнообразия блин лучок яйца но чеснока пока ни одного нет очень конечно интересно грибочек капец сколько всего это просто какой-то дикий ужас аруя так 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 паприка так на штук да и вот сюда опять тыква еще тыква сколько там тыкв в этой траве находится интересно аккорд вторая картошка уже 4 тыквы 5 вот этих корешков два помидора яйца что-то я еле хожу как у меня вес это да не сказал бы чтобы веса много маленькое замедление уже есть не бегать никуда не надо вроде бы монстров не видать пока что безопасно если что он коньяка сяду на коньяку и текать серафима взял все равно там пока что сидит и занимается кожевничеством на стуле в этой вратуше в нашем томато томато кукурузка яйца корн помидорчики хорошо да очень много конечно разнообразия здесь если вот как то вот вот ничего это а все и какие-то корешки, блю бэрис и какие-то корешки этих овеков фарлей, не помню как, овес что ли? фарлей, если я не ошибаюсь опять тыква и снова тыква писта, и вот здесь здесь чисто так, идем дальше и что? вот он, пойдет кабач это че такое? что за кабач? на что оно похоже? кабачки что ли? не вижу ну похоже по крайней мере или это капуста? сейчас еще сделали в урмпиде, вот это неудобно открывается здесь, она в игре ну да, это капуста но, блин, здесь без перевода то раньше в браузере открывалось сразу, оп, перевод все хорошо а здесь, блин, надо ссылочку копировать вставлять в браузер неудобно для своих удобно а для нас неудобно попробуй разберись это че такое? огурчик камбар какой-то интересно изучать английский язык да, по картинкам розмарин, кукуруза это желудь ну да, желудь чеснока пока ни одного нету че-то он выпадать совсем не хочет зато картошки помидоров капустки сколько хочешь вот, все, инвентарь полный у меня соответственно, сажусь здесь выключаю x2 опыт слип бонус, получается и возвращаюсь в деревню подготовился я не очень здорово скажу я вам как показала практика не работает вот она моя ферма сейчас тут телега моя где-то вот она стоит во-первых, телега во-вторых, мне нужны бочки вообще бочек нужно будет наделать еще побольше очень мало бочек все полное все полное так, беру вот эти бочонки соответственно давайте фреш меш smash onion хренонион серьезно серьезно ладно, давай вот так сюда потом до сих и вот до сих тоже сюда вот как-то так поттер я сюда не запихну поттер я сюда не запихну всего лишь одну нашел и это скорее всего возле дерева потому что я уражировал давайте в этот раз вот здесь пройдусь десенберг надо ее сначала привязать лошадку пусть за мной ходит у нее сумки то есть вообще open сюда сюда можно в принципе запихивать по идее должно это так работать ну все тогда понеслась начну отсюда прямо с самого начала включаю слеп бонус и понеслась звучит лишний бонус кажется как-то не очень копирую не хеха везет на монетки прежде я вам Рэш Беладонна, Брю Берри, Рок Айрон в траве нашел. Интересно, в траве тоже находится, не только на горах можно вот эти вот железные камни, железняк этот найти. Батанайзит он, конечно, чаще, чем фуражит. Видимо, здесь кто-то фуражил усердно прям. На самом деле не очень здорово, когда и то, и то, и то, и куча ресурсов, и все они все разные, инвентарь засоряется очень быстро. Ну, монетки могут выпасть как оттуда, так и оттуда, поэтому все-таки не бегать километры, а просто на тех же самых клетках так удобнее. Парслей. А у нас в чем? А что это похоже? Непонятно, что это такое? Тоже какие-то цветочки непонятные. Паральч. Ну, мята, понятно, мята, розмарин. Этим все ясно, белодонна. Огурцы, блин, огурцы нарисованы, конечно, странно, капец. Ну, и просто корешки здесь разные, да? Казел нут, бэрри вуд. Так, корешки всякие разные. Кукурузка. Здесь ничего нету? Нет, есть. А почему он сразу не стал тогда собирать и на второй клетке? Я же нажимал. Аички, кукурузка. Идем дальше. Идем дальше. Вот момент. И монетка сколько? 20 коинов купер. Вдохновляющий момент. Момент вдохновления. Ну, что, 20 меди. Начало неплохое. Может выпасть и серебрушка сразу. Может даже больше серебрушки, по-моему, выпасть. Но это очень и очень и очень редко. В основном, конечно, выпадает медь. Бывает, даже железо выпадает. Но железо очень редко. Тоже так же, как и больше одного серебра. В основном медяки падают. Начиная от одного медяка. И вот. 20 коин. 20, по-моему, 20 переводится. Спасибо. Так. Так. Тут даже описание есть. Слушайте. Интересно. Надо тогда глянуть. Сейчас почитаем. Это делает. Хорошо. Так. Так. Ничего. Так. Ничего. Ничего. Иду дальше. Тебя. Тебя. Тебя и тебя. А монетки сразу перекину себе в рюкзачок. Валюта Ворма. Представлена монетами. Различных металлов. Да-да-да-да-да. На продаже т-т-т-т-т-т-т-т. Низкий шанс получить редкие монеты следующими способами. Фуражинг и ботанайзинг. Убийство существ. Выведенные существа дают шанс 1.20 на редкие монеты. Похоронение животных. Продажа предметов токену тоже можно получать какие-то там гроши. И тут... А, ну тут типа номинал просто указывается. Просто указывается номинал дальше. Ну, такое себе описание. Не точное, скажем так. Шансы не указаны, к сожалению. Написано, что с домашних животных шанс очень низкий. Получить 1.20. Или наоборот это высокий. Хрен его знает, какой из них шанс высокий, какой низкий. Но, вы видели, монетки выпадают. Это хорошо. Так, а теперь надо глянуть, сколько это в итоге все-таки... Что-то я все-таки знаю. Это прекрасно. Так, давайте вот эти картошки, огурчики и все остальное сразу вот сюда. Хоп. Закидываем. И начинаю собирать новое. А ботанизировать можно запросто и фуражить, и без према, да и животных. Ну, с животными убивать, конечно, с маленьким файтингом. Это такое себе развлечение. Совсем каких-нибудь нубских животных убивать, типа овец. Коров, там, бычков. Это да, а если на диких троллей нарваться, то это будет очень больно. Даже если будет более-менее адекватная броня, все равно это тяжко. Так что единственный способ получить монетки, это куражить и ботанизировать. Именно вот для непрема. Ну, если ничего такого не производить. Но, опять же, без према производить что-то такое себе. Лучше действительно вот пойти и пофуражить. Заодно можно насобирать всякого разного. Поставить пару ящиков для еды. И закидывать это все туда. Те же самые помидоры, картошку. И вот это вот все. То специи тоже покупают. Ну, там, конечно, надо накопить много очень этого безобразия. Тысячу обычно берут. Сразу берут тысячу. Там где-то за сереброшку, думаю, еду будут брать. За тысячу штук. Сами понимаете, тысячу собрать, когда вот такой разброс, там, то тебе одна помидорка упадет, то, блин, одна вот эта фигулька упадет. Это та еще задачка. Не самая легкая. И в итоге у нас штук. Собираю. Получается 25 минут прошло. С того момента, как я засек время. Больше на везение. Вот, еще монетка выпала. 5 coin в этот раз. Of copper. В этот раз не так удачно. Всего лишь 5 медных монет. Итого 25. Но это возможно. В казне есть деньги. Соответственно, можно. Это как мы вначале начинали, когда сербак только открылся, вообще нереально было что-то. Вот мы и фуражили, когда на корабль, там просто по лесу вдвоем ходили. И ни хрена монеток не было. В моменты вдохновления были вдохновения этих, но мы подали рарные помидоры, огурцы и вот это все, которые нафиг, в принципе, никому не нужны. Вот такие вот дела. А сейчас, спустя годик, в принципе, активность снизилась. И, соответственно, можно из казны монетки подзаработать. Походить вот так вот, пофуражить, поботаназить и зашибись будет. Итог серебра собрать себе на примак на 15 дней. Вполне себе можно даже, наверное, за пару дней часа по 3-4 походить. Ну, еще зависит все от удачи. Можно и быстрее собрать. Потому что могут выпадать сразу и серебрушечка там. И даже 2 серебрушечки. По-моему, до 5 выпадает. Серебра. Больше 5 не выпадает, насколько мне известно, по крайней мере. Я могу, конечно, ошибаться, но где-то я такое слышал. То есть было 2 момента вдохновения. Первый раз более удачно, 20 сразу меди. это здорово. Ну, либо когда примак, уже, конечно, есть другие способы заработать, в принципе, строительные материалы. Но, опять же, примак, если у тебя там, блин, поселение шаром покатит, и ты только начал нафуражив, например, себе 5 серебра, стал примаком и начал строиться. Опять же, еще надо поселение проплатить. Это еще, по-моему, пяток серебра нужен сверху. но это возможно. Вполне себе возможно. Если очень хочется, то можно заморочиться, как говорится. что тут у меня уже? Вэмпа 5 штук, 3,5 килограмма, обалдеть. Нифига себе. А это я в траве, в обычной, лесной, собираю, не в степях. В степях больше Вэмпа получилось бы. Интересно, а в степях он тоже вот эти все помидоры находит? Надо будет как-нибудь попробовать. В бочку закидываю все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще парслей. Это что такое? Какие-то ягодки. Клинганберри. Что интересно за ягодки такие? Клинганберри. Оп, оп, оп. И брусника это. Ну, фуражом, конечно, такие ягодки собирать. И то еще, то извращение. Именно с кустов проще. Особенно, когда прокачан форестри, то садоводство. Не садоводство это называется. Как же это? Тут нихрена нет. Странно. Навык. Сейчас. Природа. Природа. Вот это садоводство, по-моему, гарденинг. Если я правильно помню. Да, это садоводство. Это всякие. Рассаду делать. Садоводство. Так. Давай. Хоп, хоп. Нет? Ни хрена. Дальше идем. Хоп, хоп. Ни хрена. Хоп, хоп. Вот здесь что-то есть. Посадка рассады, живой изгороди, цветов, соломы, смешанной травы, полив горшочных цветов и клумб. Слишком травы для получения смешанной травы, сбор цветов и сбор тростника или ламинарии. А, то есть еще сбор тростника сюда идет. Садоводство. Интересно. Не знал. Так, ну ладно. Садоводство это не то. Где? В порасте. Видишь, а вот в порасте. Закрыть. Все, закончилось. Бампкин нашел. Все не то. Здесь ни хрена, здесь ни хрена. Как-то блин. Все подсобрали. В порасте А переводится лесное хозяйство. Ну это как раз обрезка ростков, деревьев, кустов, урожай с кустов и деревьев. сезон. Вот как раз ягодки всякие различные собирать с помощью порастей. О, рис. Даже рис можно найти в траве. Ничего себе. Хотя он выращивается в воде. Рис. Именно если вот с помощью фермерства его выращивать, его надо в воде. О, опять смотрите. Рар, файв, коин, копера. Еще 5 меди. Еще 5 меди. Не особо везет. Но могло бы быть и хуже. Могло бы по одной медной монетке выпадать. Запросто. Итого уже 30. Итого уже 30. Еще 25 минут до часа получается. Больше. Это замечательно. Довольно часто срабатывает. Смотрите-ка. Итого это я еще бегал получается в поселение чтобы в бочонки взять, выгрузить блин этот весь хлам. Плохо подготовился. Взял горшочки для выращивания получается специй. Там у нас есть по-моему нет, не этот, другой выращивает где-то лачи специи. У него там целая блин это оранжерея. Не знаю как это назвать. Оранжерея это наверное больше для цветочков. пусть будет со специями тоже оранжерея. Достаточно просторы конечно такие большие. Удобно повырубали лес. Вот это по лесу выходить там где собственно не поля а везде лес неудобно. Потому что под деревьями он часто находит эти ветки которые мне в принципе нафиг не нужны. И они тяжелые по 2 килограмма если я правильно помню одна ветка. фрэш фрэш воат это что такое воат хотя цветочками растам берис фрэш это тоже специя интересная похоже на какую-то фигню блин не знаю что это может быть интересно это что гиндер так тут уже все дальше тогда гиндер что такое гиндер имбирь это уже перетертый какой-то просто порошок показан на картинке непонятно ладно а вот этот что за непонятная такая тоже специя как раз его перетертая ну да тимьян ладно тимьян так тимьян музыка кстати из дивинити ойджин синдван очень круто вообще много красивой музыки на самом деле что еще здесь у нас здесь понятно а вот это что за непонятный кустик непонятный непонятный кустик что это такое пенхель я даже не знаю что это вообще такое даже не слышал что за специя такая пенхель мя мя это понятно всякие ягодки кукурузка котон вот там яйца сахарная свекла опять камушки фреш сансара какая-то посмотрим что за фреш сансара это надо действия закинуть пусть собирает пока что я посмотрю сансафраз тоже понятия не имею что это за специя такая сансафраз везде пусто уже лошадь не потерялась нормально идет за мной ну и тогда вот это все надо взять и забросить в бочонок уже не помещается тогда вот другой бочонок этот уже полный 100 предметов так под potato potatoes берем пригодится прав бэрис там что дорога там там дорога дальше уже идет будет еще момент вдохновения вдохновения момента будет давайте мне сразу серебрушечку хочу серебрушечку по пять купера маловато ну конечно достаточно неплохо даже 30 меди за час в принципе для непрема но для према есть более профитный особенно когда прокачаны какие-то навыки для начала этот способ прекрасно замечательно можно подзаработать себе и на примачок и на поселение но одному тяжко на самом деле одному на самом деле очень тяжко проплачивать поселение и что-то там заниматься это надо целыми днями в этой игре находиться чтобы реально и примак и поселение содержать если так зайти немножко поиграть и выйти ну такое лучше всего конечно начинать в эту игру там хотя бы вдвоем а лучше втроем вчетвером или в пятером 4 человека плюс-минус уже можно адекватно свое поселение развивать лучше поселиться там с какими-нибудь соседями и желательно чтобы эти соседи были активными и помимо этого еще им это одного языка скажем так потому что через переводчик сложновато налаживать общий язык да там торговать можно как-то там через google транслейт но такое не всегда понятно что на тебя хочет твой собеседник террор что это так здесь можно ух уже перепоняк так ребятушки значит open бочку я могу сюда закинуть? хрен там, а если хотя бы вот это все это можно положить запросто тогда опять же там сто итемов да получается самые тяжелые вещи надо загрузить здесь есть какие-нибудь палки камни вот помидоры кукуруза тыква очень тяжелая картошечка одна ну такое конечно яйца cotton cotton килограмм вот 9 килограммов рог все остальное в принципе не такое тяжелое можно идти дальше а то такой оп и перегрузка капец неожиданно о карлик чеснок первый чеснок их серьезно за 40 минут первый чеснок омг просто вот это да чеснок оказывается прям капец редкий очень редкий и как мне сказали выращивается он тяжко его сложность выращивания с помощью фермерства очень и очень крутая нужен фермер с высоким рангом высоким уровнем навыка иначе ни хрена не получится вырастить а нужен он много где используется именно чеснок очень полезный и и и и и и и и Продолжение следует... Еще яичко. Кстати, яйца достаточно часто выпадают. Странно, но выпадают достаточно часто. Кукурузы много, выпадают тыквы, помидоров и картошки. Все остальное достаточно редко. Ну что, прокнет мне еще или нет уже? Ну что, осталось 16 минут до часа. Того момента, как я засек. Субтитры сделал DimaTorzok. Камни, наверное, перекладывать я никуда не буду. Именно вот эти они тяжелые, по 3 килограмма. Так. Это тоже. А, просто бочка открытая. Думаю, что за фигня. Там просто бочка открытая, ладно. Так. Позелик выпал. Я уже до лесной чаще. Да, хорошо. Полно деревьев. Надо разворачиваться, короче, и в обратном направлении фигачить. Потому что под деревьями мне как-то не очень хочется лазить. И тут вполне себе могут уже монстры начинаться. А я как-то с ними встречаться не хочу. У меня сейчас напялено. Вон там уже кто-то, да? А, это труп. А, труп. Это не страшно. У меня броня просто тряпка. Можно сказать, я вообще беззащитен. Рарная шапка, это чисто светится и все. А так-то толку от нее вообще никакого. Если бы хотя бы качество брони было бы, там, полтинник тот же самый, то там, в принципе, где-то 40% защиты тела плюс у ворот достаточно высокий. Потому что у ворот высокий, это, конечно, здорово. Ну, блин. Тролль, если разочек попадет дубинякой, то это будет капец. Либо сразу смерть. Смотря, конечно, какой тролль еще. Дипа, блин, тяжелые повреждения, которые вылечивать надо будет. Я-то магией смогу тяжелые повреждения, если смотаюсь вылечить. А вот припарками всякими не всегда удается спасти себе жизнь, если там какое-нибудь тяжкое повреждение с кровотечением. То запросто можно и отъехать. Это мир иной. Ну что? Вдохновение. Где мое? Где мое вдохновение? Хочу еще больше монеток. Больше монеток хочу еще больше. Ну, тем временем, смотрите, ботанайзинг уже на два с чем-то прокачался. В принципе, почему нет? Чем выше навык, тем, соответственно, больше собирает всякого. Так, 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 вот что-то есть. Березок тут много. Так, так, накопилась уже целая куча всякого барахла, закидываю бочку. Еще уже уладим. Пойдет. Так. Уже 15 ботанайзинг. Ну, это под x2, естественно, под слипом. Сколько я слипа потратил? Уже полчаса потратил слипом. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И понеслась вот эти клетки... Прокучивать... И наконец-то у нас... Настает утро... Можно потушить в принципе... Цветильник... А то вот эти ночные вылазки, конечно... Еще то развлечение... Но что поделать... Чего мяты немножко... Тахарная свекла... Прэшнеттлс... Неттлс... Геттлс... Так... А ну лошадка... На тебе короче... Вот это вот... Железняк... Тыкву... Картошку... В принципе... Картошку еще тут надо было... Ничего... Тут ничего... Идем дальше... Это какая все-таки крутая музыка... Паприка... 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 Да... Вемп... Уанс... Естественно сколько я уже... Вемп оформил... Надо будет глянуть в конце... С этого как закончу, сколько вэмпа получилось, сколько получилось этого коттона, хлопка, картошечки, помидорчиков, ну специи тоже в принципе берут хорошо, специи нужны на кулинарию прям там активно, наверное больше нужны, чем сами овощи и фрукты. Расход у них большой, а выращивать их, ну конечно можно в этих вот горшочках. Ну это то еще занятие, надо ходить поливать каждый горшочек, следить за этим делом. Если фермерство там только надо грести, ну хотя, блин, горшочки грести не надо, их только полил и потом ждешь, когда урожай будет. Вполне себе можно выращивать. Так, тут ни хрена, тут ни хрена, так, тут что, здесь что-то. Валяется вот скраб. Походу монеток больше не будет. Жаль, конечно. Делать бы побольше монеток замолчить. Так, давай, оп. Забрасываем, сансара. Кисто, чисто, кусочисто. Может такого быть. Я же здесь еще не лазил. Вообще фуражится как-то плохо. Смотрю, батаназится в основном. Видимо, кто-то уже не так давно здесь лазил и фуражировал. Хотя некоторые клетки все-таки фуражатся. Потому что нахожу я эти камушки, вот эти железняка. Они с помощью фуража находятся. Батанайзингом. Он чисто специи всякие находит. И вэмп с котаном тоже с помощью фуража. Пантеры начали приносить урожай. Травы и специи хорошего качества в наличии. О, хорошо. Слушай. Все-таки это тот товарищ, у которого там целая куча этих плантеров. Он занимается выращиванием специй. Нормальная тема. О, хрена себе. У меня уже вэмпа 2,8 килограмма. Хотя я только забрасывал недавно и уже он 2,8. Совсем неплохо, смотрите как. О, вот он. Так, вот что. Опять Пампкин. Тыквы очень много находит. Прям капец. Ну, тыквы можно использовать тоже там для создания припарок. Самый первый, по-моему, тыква и еще что-то. Грибочек какой-то. А припарки, особенно в начале, капец как нужны. Нету ни шмота, ни хрена. Вот он, сервак, например, стартовал. Ни хрена нету, да. Есть вот эта вот беспонтовая кожаная броня, которая никакой защиты не дает ни клепанка, а просто обычная кожаная броня низкого качества. Практически она ни хрена не защищает. И оружие тоже вот это вот 10-го качества выдают, беспонтовое. Так что особо не повоюешь. Скажем так. Получаешь от всех просто, блин, практически монстров. С котом сражаться тяжело. Не говоря уже там о всех остальных монстрах. И нету негде спрятаться. Нету ни хрена, ни башен со стражниками. Некуда бежать. Некого просить о помощи. Отъезжаешь часто очень. Вначале это на самом деле не так страшно. Хотя воскрешаешься. О, что-то у меня прям совсем загрузка высокая. Ну-ка давай. Это я все закину сюда. Просто так хоп. Еле ползать начал. Мне это не устраивает. Так-так. Томатос. Хорошо. Капустка. Тоже прекрасно. Так, ну что. Еще несколько клеток и в принципе можно подводить итоги. Получается за час времени у меня только вон 30 меди. Больше не вдохновляется он. Но опять же тут от рандома зависит. От рандома когда он вдохновится. От рандома сколько выпадет монеток. Вон первый раз плюс-минус повезло. Сразу 20 медных монет выпало. Вторые два раза. Второй, третий получается. Ни хрена не выпало. Что-то тут вообще ничего нету. Слушайте. Заключаю я слеп-бонус. И давайте смотреть что получилось. По картошечке вемпо здесь 1,4 килограмма. Кота на 1 килограмм. Ну остальное такое все. Яйца два штучки. Картошечки шесть штучек. Тыквы три штучки. Это в этой бочке. Во второй бочке что у нас? еще два яйца. Еще два яйца. Вемпо много. Тоже десятка. Сколько там? 1,2. Здесь еще 5,6. Это уже 6,8 вемпо. Кота на всего лишь один килограмм был. Можно вот так сразу. Тут еще 0,7 вемпо. Закидываю сюда. Короче, 7,5 килограммов вемпо я насобирал. Что странно. Вемпо должен в степи в основном собираться. Так, вот она здесь 3 килограмма. Яиц одно всего лишь. Темь железняка. Камней в принципе. Помидорки, кукурузки. Картошечка. Что тут еще есть? Я не сказал бы, что прям много каких-то ресурсов полезных. Я подсобирал. Вемпо еще 4,9. И там 7. Короче, это 12. 12 килограмм грубо говоря. вемпо? Вот она прям совсем мало получилось. Какао бобы. Можно шоколад делать. Ну, такое. Не особо много. Самое главное, что монетки. 30 медных монет в итоге получилось. На этом давайте остановимся. Друзья, всем спасибо за просмотры и лайкосы. Всего хорошего. Пока-пока.